Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Проблем у жителей города Абай достаточно. Не везде есть тротуары, не хватает общественного транспорта и освещения. Сколько еще горожанам придется бороться с неудобствами? Или это своеобразная закалка в кризисный период? Вдова с шестью детьми готовится встречать Новый год на строительной площадке в Майкудуке. Чиновники утешают. Квартиру она обязательно получит, согласно очереди. До нее ждут жилье 1222 человека. 30 собак, 27 пород выставили тимиртауцы в развлекательном док-шоу. Оценивались не только интерьер и экстерьер, но и умение ладить и подчиняться хозяину. Обо всем по порядку. Жильцы города Абай находятся в недоумении. Что делать, когда ударят сильные морозы и как быть дальше? Жители небольшого поселка, который расположен недалеко от города, ежедневно беспокоят одни и те же вопросы. Каково живется людям и с какими трудностями сталкиваются они каждый день? Деньги воруют. Деньги еще будут только залаживать на нашей дороге. Поэтому нет дорог, нет ни садиков, нет ни автобусов, ничего. Деньги воруют. Поселок Бам существует более 30 лет. Поначалу было все в идеальном состоянии. Местные называли свое жилье просто раем. Но вот уже на протяжении 15 лет Бам стал больше напоминать зону отчуждения. Неровные дороги, улицы, находящиеся во мраке, а также отсутствие транспорта. Как говорят горожане, автобус тут иногда приезжает. Но что делать, если маршрут, который должен следовать по расписанию, вовсе не приезжает в вечернее время? Последний рейс автобус номер 8 совершает около 5 часов вечера. Когда весна, вот эта вот дорога вся расквасится, дети у нас ходят по отопительным трубам. За автобусы, мы тоже боремся за эти автобусы, мы живем на Баме, от Абая далеко. Дети ходят в школу, кто ходит в первую смену, кто ходит во вторую смену. Автобусы ходят через час интервал, до обеда. После обеда автобусы у нас не ходят. Вторую смену детей возить некому. Они ходят через степь у нас пешком, по грязи, зимой в бураны, в морозы они ходят пешком у нас. Идеальная дорога, проходящая по главной улице поселка, парадоксально доставляет горожанам много неприятностей. Отсутствие тротуаров и проезжающие машины на высокой скорости – все это становится главной причиной ДТП. По поводу тротуара. Вот здесь мы просили, чтобы за столбами сделали нам тротуар. Потому что дети у нас со школы возвращаются пешком, все идут по дороге. Был такой случай, что сбили мальчика. И уже не первый. Второй случай был. Женщину вообще въехали прям в забор и насмерть задавили. Уже это неоднократно все повторяется. Ежедневно жители преодолевают множество трудностей в связи с данными проблемами. Обращались за помощью к местным властям неоднократно, но ответов так и не дождались, говорят они. По тротуару, пешеходному тротуару и освещению, ну при положительном финансировании на 16-й год данный вопрос будет решен. По транспорту сейчас у нас рассматривается повторный конкурс, объявить. При повторном конкурсе данные вопросы будут рассмотрены по 8 маршруту. Пока проблемы поселка решают в местном Акимате, жителям по-прежнему приходится, несмотря на слякоти и холода, возвращаться домой пешком. И проходить с опаской ту самую дорогу по главной улице Школьная, где вовсе отсутствует такое безопасное понятие, как тротуары. А сердце Замбаева, Исламбеку, Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Вдова с шестью детьми живет на строительной площадке в Майкудуке. Карагандинка Жанья Габдушева, мать-одиночка, муж умер от сердечного приступа в сентябре. Самой младшей дочери пять месяцев. Вместе с детьми женщина проживает в недостроенном доме, в одной комнате. Из всех бытовых условий в семье Габдушевых есть лишь свет. Всего остального нет. Все подробности далее. Покойный супруг работал строителем. Уже семь лет семья Габдушевых проживает в этом недостроенном доме. Воду женщине приходится таскать с близлежащего родника. Каждый день, взяв две канистры, Жанья идет за водой. Родник находится в двух километрах. Воды нет, воду таскаем. Летом еще дети помогли таскать, а сейчас зимой не пустишь ребенка по снегу. Сама воду таскаю, вон печку топим. Живем как в 18 веке. А туалет что-нибудь такое есть? Нет, вот на улице жить. Как многодетная мать, Жанья каждый месяц получает пособие в размере 7 тысяч тенге. Плюс по утере кормильца семья Габдушевых сейчас получает 25 тысяч тенге. Уголь ей в этом году помогли закупить неравнодушные люди. Чисто благодаря им, вот они мне уголь все привезли, и отсеяли, и все-все-все. Благодаря им. И морально поддерживают, и приходят с детьми, можно поиграть, и садят. Только вот и родственники. А государство, ну... Пусть тогда пишут, блин, гражданин никакой страны уже на то пошло. Пусть так и пишут, свидетельствует, гражданин Республики Казахстан. Если они для них еще ничего не сделали. В Акимате города Караганды прокомментировали ситуацию жених Габдушевой. Жилье она получит только тогда, когда придет ее очередь. В соответствии с законодательством о жилищных отношениях, каждый гражданин, который стоит в очереди, получает жилье от государства, или иначе государственного жилищного фонда, соответствует только с той очередностью, которая есть у нее. В очереди семья Габдужевых на 1123 месте. Старшие дочери жени, отличницы и спортсменки. Девочки занимаются гимнастикой и акробатикой. Близится Новый год, и у девочек одно желание – иметь собственные комнаты. Может, найдется добрый Санта-Клаус? Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Налоговики начали охоту на теневых предпринимателей. Их усилиями были призваны к административной ответственности около 400 человек, занимающихся нелегальной сдачей жилья в аренду. Все они были поставлены на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. В бюджет области поступило более 4 миллионов тенге. Об этом чиновники рассказали на аппаратном совещании в областном Акимате, которое состоялось под председательством первого заместителя главы региона Ассалбека Дусибаева. Меры по выявлению источников теневых доходов были приняты по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева. Помимо подпольных арендодателей, специалисты Департамента государственных доходов привлекли к ответственности перевозчиков-нелегалов и бизнесменов, занижающих зарплаты своих работников. Также чиновники рассказали о результатах совместной работы с органами внутренних дел. Руководство налоговой службы отчиталось перед первым заместителем главы региона о дополнительных доходах в местный бюджет, который им удалось взыскать за 10 месяцев текущего года. По их данным, сумма составила около 4 миллиардов тенге. Ассулбек Дюсибаев призвал чиновников продолжать данную работу. В 2016 году мы доведем планы до Акимов, городов и районов. И итоги промежуточные подведем, как исполняется на текущий момент наш план мероприятий по РНБ. Чиновники отчитали, что исполнение плана мероприятий по выявлению скрытых доходов граждан находится под контролем, активистами в реализации этой работы выступают Караганда, Тимиртау, Актугайский и Улутауский районы. Не отстают от них и Каражал, Приозерск, Садпаев, Шахтинск, Каркарлинск и Нуринские районы. Аймам Ренал Жасгабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В 18 лет строгого режима получил 25-летний карагандинец за убийство девушки, которая отказалась продать авто в расстрочку. Напомним, Ирина Шевченко пропала 16 июля. Ее искали несколько дней. Вскоре на одной из улиц Михайловки обнаружили ее машину, а затем поймали и преступника. Им оказался потенциальный покупатель автомобиля Сергей Кронгард. Тревогу о пропаже девушки забили родственники и друзья. Они разместили в социальных сетях объявления с ее данными и написали заявление в полицию. Им было известно, что погибшая собиралась показать автомашину потенциальному покупателю, но домой так и не вернулась. Вскоре родные узнали о ее смерти. Убийца предстал перед судом. Под судью Микронгард 16 июля 2015 года в городе Караганде совершил разбой на потерпевшего человека. И после совершил ее умышленное убийство, сопряженное с разбой. Прокурор попросил 19 лет лишения свободы. Брат погибший пожелал наказать убийцу по всей суровости закона. О том, что сказал прокурор, я его полностью поддерживаю. Также прошу применить самую суровую меру наказания. Между тем осужденный свою вину признал. На процессе он попросил прощения у близких убитой им девушки. Каждый год, каждый день принимаю себя с идеей в том, что я сам себе ассоциировал свою теперь жизнь. Для чего она дается человеку, как легко ее забрать, а как жить своей. Еще раз прошу прощения. Суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 18 лет лишения свободы с конфискации имущества с отбыванием меры наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения осужденным в доступе приговора закону силы оставить премию в задержание пострады. Срок отбытия наказания осужденным с зачетом в задержание пострады исчисляет с 18 июля 2015 года. Иски потерпевшей стороны о компенсации морального вреда удалены частично. Также осужденного обязали выплатить моральный и материальный ущерб потерпевшей стороне в размере более 2 миллионов тенге. Однако близкие погибшие считают, что он понес мягкое наказание. Он убил жестоко. Он это умышленно сделал. Наши сердца эти 18 лет, они никак. А имам Ренажа Суламу Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Карагандинцы встретят Новый год со старым оформлением. Чиновники решили сэкономить на праздничных украшениях для города 35 миллионов тенге. Такую меру они предпримут в рамках оптимизации бюджетных денег. Об этом сегодня сообщила главный художник города Юлия Плужникова. Караганда встретит декабрьские праздники с прошлогодним оформлением. Со слов главной художницы города, прошлогодние элементы и световые иллюминации вполне пригодны для использования. Тем более, что на них в прошлом сезоне было потрачено около 200 миллионов тенге. Рекордная сумма и приобретенные на нее шары, елки и игрушки смогут и в этом году поразить горожан. В новом году будут установлены более 2000 элементов, поэтому наши горожане и гости города также почувствуют атмосферу праздника. Все элементы, которые были восстановлены, если были повреждены и проревизированы, находятся в отличном состоянии. Все также будет световое оформление, также будут установлены елки. На новые элементы оформления средства не будут выделяться. Также выяснилось, что концепция оформления улиц была разработана еще в начале года. Упор в украшении будет делаться на красочное освещение вечерней и ночной караганды. На улицах будут установлены около 80 елок. Основные мероприятия по подготовке будут уже после Дня первого президента, Дня независимости. Основное будет оформлено полностью город в новом году. До Дня первого президента уже начали устанавливать какие-то элементы арки, просто они сегодня еще не подключены. Специалисты отметили, что к украшению шахтерской столицы в этом году также будут привлечены все предприятия и объекты города. Между тем, несмотря на экономию, работники, занимающиеся оформлением улиц, без зарплаты не останутся. Аймам Ринат Олеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В связи с запретами на вылет в солнечную страну Египет, многие туристические фирмы Казахстана потерпели немалые убытки. Комитет гражданской авиации «Мир» Республики Казахстан сообщил всем туроператорам о приостановке полета в Египет. Мера вынужденная из-за нестабильного состояния страны и крушения самолета «Когалымавиа». Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российских авиаперевозок. Как известно, власть России и Египта до сих пор выясняют, был ли это теракт или же все-таки несчастный случай. Узнаем, как избегают кризиса в нашем городе в связи с накаленной ситуацией в Египте и что посоветуют карагандинские туристические фирмы. Этот случай в Египте очень сильно повлиял на нашу работу именно в туризме, так как Египет был самой наилучшей, самой красивейшей направлением в зимний период. И те туристы, которые приобрели путевки в Египет, они, естественно, могут поменять на направления, как Шри-Ланка, Индия или же Эмираты. Если же кого-то не устраивает эти направления, они могут вернуть деньги, но в какое время это как бы под вопросом. Продвигая ценности Алаша, в Караганде прошел общенациональный конкурс популяризации творческого наследия и принципиальных взглядов движения Алаш. Конкурс проходил по трем этапам, где определились финалисты. Теперь участники будут бороться за первое место в финале, которое состоится 13 декабря в городе Астана. Подробности в следующем материале. АПЛОДИСМЕНТЫ К участию в конкурсе были приглашены соискатели в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе соотечественники и зарубежие, проявляющие интерес к наследия Алаша, занимающиеся научными исследованиями, публицистикой по указанной теме. Конкурсные работы принимались на казахском, русском и языках других этносов Казахстана. Зарубежным соискателям также представилась возможность выбрать язык по своему усмотрению. Такой конкурс мы проводим ежегодно, цель которого – изучить историю и деятельность всех алашцев. И для этого подобные конкурсы мы стараемся проводить в высших учебных заведениях, где есть возможность для встреч со студентами. По словам организаторов, для проведения конкурса наш город выбрали не случайно. Караганда является городом, откуда вышли знаменитые алашцы, такие как Алихам Букихан, Алимхан Ирмеков и Жакоб Акпаев. По итогам конкурса жюри определило победителей по четырем номинациям. Участникам, которые прошли на второй тур, вручили утешительные призы в размере 25 тысяч тенге. Сегодня на конкурсе я представила свою научную работу, где подготовила доклад о женщинах-публицистах. Я долго готовилась к этому конкурсу, считая, что такие состязания полезны среди молодежи. Здесь чувствуется национальный дух, который необходим для молодого поколения. Данный конкурс ежегодно проходит по поддержке демократической партии Акжол, которая позиционирует себя как последователя Алаш-Орды, чьи ценности служат для этой партии главным политическим ориентиром. Общенациональный конкурс, посвященный изучению наследия Алаш, сейчас очень актуален на социально-экономическом развитии страны. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Национальный банк Казахстана выпустил памятные монеты, посвященные столетию Малика Габдулина из серии «Выдающиеся события и люди». Монета выполнена из серебра профпробой номиналом 500 тенге. Коллекционеры могут пополнить свою гарнитуру и приобрести монету за 9100 тенге в любом филиале Национального банка. Наряду с серебряной выпустили и монету из плава «Низельбер». Монеты 100 лет Малику Габдулину имеют идентичные изображения оборотных сторон. На обратной стороне, в правой части, расположено изображение героя Советского Союза. Памятные монеты действительны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, к тому же без ограничения обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Общий тираж составил тысячу монет. Изображение Малик Габдулина. С левой стороны на государственном языке надпись «Дюжжу» и «Казахстан-Олтагбанка». Малик Габдулин – это известный казахский общественный деятель, академик, герой советского труда. В 2015 году ему исполняется 100 лет. Это серия «Выдающие события и люди». Карагандинские писатели Дмитрий Пахомов и Нурлан Токсанов представили публике новые произведения. Соавторы назвали свою книгу «Дорога с шахом». Жанр сразу не определишь, как будто описывается вымышленный фантастический путь авторов. Действия в книге разворачиваются в начале 20 века. Герой одного из рассказов сборника – добрый странствующий слон по кличке Шах. Дорога с шахом – это результат многолетнего труда давних друзей и соавторов Дмитрия Пахомова и Нурлана Токсанова. Писатели много лет назад познакомились на одном из мастер-классов в Алматы. И с тех пор время от времени объединяют свои силы в творчестве. Ранее писатели публиковались лишь с помощью интернета, либо в небольших сборниках. Оценить творчество публицистов пришли друзья, родные и даже учителя. Жанр книги начинается с научной фантастики и заканчивается фэнтези. Все произведения объединены стремлением глубже познать человеческую природу, заглянуть в будущее, внимательно смотреться в прошлое и даже посетить соседние нам миры. Самое удавшееся произведение, по мнению самих же писателей, является «Дорога с шахом». Отсюда и родилось название книги. Основной рассказ, который «Дорога с шахом», это был для фестиваля «Осака Букфорумс», который под английским спонсорством проходит. Он был для них написан исторический пояс. Дмитрий Пахомов и Нурлан Токсанов уже всерьез занялись написанием следующей книги. На этот раз по велению музы писатели представят на суд читателей роман. Диана Рамазанова, Жасулан Мукулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На прошедших выходных в Тимиртау прошло развлекательное дог-шоу. Около 30 пород собак представили вниманию зрителей. Были и чемпионы международных конкурсов, и новички. Участники продемонстрировали, насколько их питомцы обучены разным командам, как они умеют защищать хозяев. А также провели конкурс модных костюмов для собак. На участие в конкурсе были заявлены 30 собак, 27 пород. Собака породы Самоед – очень редкий вид в городе Тимиртау. Хозяйка 11-месячной Ирмы посредством конкурса хочет познакомить горожан с этой доброй и дружелюбной породой. Добрые собаки. Они изначально выводились как порода, как собаки-няньки. То есть в те далекие времена люди уходили на охоту, а детей оставляли собаками. Они нячились. Добрые, очень активные собаки. Играться очень любят. И они даже, когда становятся взрослыми, они остаются игривыми, активными, подвижными. Первый конкурс – выход на подиум. Хозяева познакомили зрителей со своими четвероногими любимцами. Второй этап прошел под названием «Мой послушный пес». Основная задача этого конкурса – показать, насколько собаки обучены командам. В третьем этапе главным конкурсантам пришлось защищать своих хозяев. Следующий конкурс – это поисковый конкурс. Это военная милиция города Караганды. Как бы сказать, предоставила нам своих собак. Мы будем искать наркотик и искать взрывчатку среди людей. Тут же я ее спрячу. Тут же мы посмотрим, как собаки это все делают. Следующий конкурс – это арт-конкурс, творческий конкурс. У нас будут представлены картины, которые дети нарисовали вместе со собаками. Будут представлены творческие номера. У нас есть большая команда ньюфаундеров, которые будут выступать на сцене со своей музыкальной композицией. У нас будет красная шапочка с серым волком на сцене. Ну и самое интересное, самое захватывающее – это конкурс костюмов. В конкурсе принял участие аляскинский маломут «Крымский хан» по кличке Зевс. Его приобрели в Севастополе. Однажды хозяйки предложили обменять его на однокомнатную квартиру в столице. Предлагали выкупить за большие деньги. Но такого верного и доброго друга, как Зевс, предать невозможно. Чемпион Казахстана, чемпион Грузии, чемпион Абхазии. Как отмечают организаторы, количество пород собак в Темиртау растет. Поэтому развлекательное док-шоу планируют проводить ежегодно. Все участники были награждены дипломами, а победители – призами. Без внимания не оставили никого. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго, Манса Уоленстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова